Византийская царевна София Павловна Византийская царевна София Павловна Византийская царевна София Павловна Но потом, мало-помалу, литовские дворяне уклонились в латинство Однако икона еще долго пребывала в православном Успенском соборе города Вильна В начале 17 века многих православных литовцев насильственно обратили в унию с папским Римом У них отобрали почти все храмы И тогда Виленская икона оказалась в униатском свято-троицком монастыре, который был отнят у православных Не раз московские князья и цари пытались вернуть икону на Русь путем переговоров Предлагая в обмен выпустить из плена многих представителей знатных литовских родов Все эти предложения отвергались Почему? Скорее всего потому, что литовская знать, а впоследствии и польская шляхта Смотрели на этот образ Пресвятой Богородицы как на символ угасшей Византии В чьих пределах он будет пребывать, полагали они Туда и перейдет могущество и честь бывшей империи Но что интересно, такой знаменитый и многозначимый образ находился в униатском свято-троицком монастыре А судя по летописям, монастырь вовсе не благоденствовал Да и вообще, как часто бывало в Литве, стоило только отобрать какой-нибудь храм или обитель у православных Как они медленно, но верно приходили в запустении Еще раз подтверждается пословица Чужое добро впрок не идет В конце 18 века город Вильно был присоединен к России А в 1839 году уния во всех российских пределах была ликвидирована Свято-троицкий монастырь вернулся в православие Сразу же зримо прибавилось число молящихся и паломников А от образа Пресвятой Богородицы люди вновь стали получать исцеление от недугов Так это продолжалось до Первой мировой войны В 1915 году, когда Вильно оказался в прифронтовой зоне, Виленская икона была перевезена в Московский Донской монастырь А вскоре Россию постигли сразу две революции Большинство людей перестало с прежним благоговением относиться к православным святыням И Виленская икона Пресвятой Богородицы просто исчезла То ли чьи-то заботливые руки вовремя спрятали ее от неминуемого поругания То ли в дело вмешался сам Господь И теперь мы знаем Виленскую икону лишь по спискам Но, как правило, святыня не исчезает без следа Пусть крепнет наше Отечество Пусть впитывают в себя люди свет и тепло православной веры И будем надеяться, что придет тот счастливый день, когда Пресвятая Богородица явит свою силу через цареградский виленский образ Дай Бог нам когда-нибудь это увидеть Заступницы верных, преблагая и скорая, пречистая Богородице Деву Молим тебя пред святым и чудотворным образом Твоим Да як уже древле от него заступление Твое Граду Москве дарувала еси Тако и ныне нас от всяких бед и напастей Милостивно избави и спаси души наша Яко милосердая Взбранной воеводи победительная Яко избавильшися от злых Благодарственная восписуем ти Раби Твои Богородице Но яко имущая державу непобедимую От всяких нас бед и свободи Да зовем ти Радуйся невесту неневестная Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова